Традиционно «Безопасное колесо» проводится в конце очередного учебного года. Чтобы попасть в команду и стать юным инспектором дорожного движения, ребятам уже пришлось пройти отбор на школьном уровне. Теперь каждый отстаивает честь учебного заведения на районных соревнованиях. Всего семь команд. Главная цель организаторов – обучить детей в игровой форме правилам дорожного движения. Соревнования эти готовились отделением ГАИ города Лобинска, Центром детского и юношеского технического творчества. Также нам оказали помощь автошкола «Росна» и Всероссийское общество автолюбителей. Цель этих соревнований – научить детей правилам дорожного движения. Впереди у нас летние каникулы. Проводится сейчас операция «Внимание, дети!» И основная наша задача – не допустить в летний период дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Мы проводим такие соревнования, в ходе которых хотим напомнить нашим детям, как нужно себя правильно вести на дороге. А также приобрести навыки езды на велосипеде. Для того, чтобы когда наступит законное право и они сядут за руль велосипеда с 14 лет, они уже могли ориентироваться и стать полноценными, полноправными, законопослушными участниками дорожного движения. «Безопасное колесо-2012» – юбилейные соревнования и проводятся уже 25-й год подряд. Команда Центра детского технического творчества – постоянный участник конкурса. А руководство Центра – один из основных организаторов. Дети за год прошли теорию, обучились правилам дорожного движения, а здесь они практически показывают свои знания, чему они научились. И после этой практики они уже спокойно могут выезжать на дорогу. Я думаю, что меньше будет дорожных транспортных происшествий. Детям очень нравится, они с большим удовольствием принимают участие, хотя и погодные условия бывают, мешают этому. Но детки с удовольствием принимают участие. Пройдя все препятствия, ответив на вопросы по медицине, на знания правил дорожного движения, представив на суд жюри газеты по пропаганде безопасности, ребята с нетерпением ожидали подведения итогов. Хотя «Колесо безопасности» – это именно те соревнования, в которых главное – участие, приносящее ребятам массу удовольствия. Эти соревнования, они тоже и усилы, и познавательны. Можно вроде бы как бы посоревноваться с другими участниками и сам покатаешься. Победителем конкурса стала команда юных инспекторов дорожного движения Центра детского технического творчества. Именно они получили путевку на краевые соревнования, которые будут проходить на Черноморском побережье. Для всех участников фонд «Кубань-Дорбезопасность» предоставил ценные призы. Жанна Вебер, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».